Здравствуйте! На «Россия-1» итоговая программа «Весть Ульяновской» в первой части выпуска. День Победы. Впервые за два года ульяновцы вышли на улицы отметить великий праздник. Был и парад, и бессмертный полк. Обзор главных событий этого дня в репортажах наших корреспондентов. День Великой Победы. А затем суворовцы вручили ветеранам красные гвоздики, символ Великой Победы и знак благодарности защитникам. Эстафету праздника перехватил Т-34, отправившись с площади 30-летия Победы на соборную для участия в параде. Легендарный танк был найден и отреставрирован корсунскими энтузиастами, и теперь каждый год он возглавляет торжественный марш. Тем солнечным утром на площади собрались тысячи зрителей, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов и техники, а корреспондент Ирина Шмыгова решила узнать даже то, что происходило за периметром, какие эмоции испытывали участники этого марша. До начала Парада Победы считанные минуты. Волнение нарастает. Знаменосцы суворовской коробки оттачивают каждый шаг. Максим Полищук держит знамя крепко. К маршу он готовился весь год. Немножко волнуюсь, но в себе всегда. Студент-моряк поправляет винтовку. Она легче той ответственности, которая лежит на плечах марширующих. Винтовка весит килограмм 3-4, и моряк должен обладать очень хорошей физической формой, чтобы справиться этим оружием. Пока юноши думают о деталях марша, девушки в заботе об амуниции. Им чеканить шаг придется в туфлях, а это непросто. Туфельки мы свои не потеряем. Обувь у нас очень крепкая. Особая форма и у боевого братства. Эти ветераны заменили в парадном строю фронтовиков Великой Отечественной войны, перенимая эстафету у старшего поколения. Все ветераны, участники боевых действий, им передали отцы и деды, которые нам воевали в Великую Победу. Флаг Победы. Сегодня наша задача передать флаг Победы молодому поколению вместе с традициями, с праздниками. Главный символ Великой Победы – легендарный Т-34. Его вытащили из болота, восстановили и теперь он каждый год возглавляет колонну военной техники. Если надо, то на этом танке, вот сейчас будет. Поехали! Сверна! Равнение налево! Почетный караул выносит на площадь Знамя Победы. Государственный стяг и флаг Ульяновской области. На площади появляется парадный автомобиль начальника Ульяновского гарнизона Дмитрия Бадаева. Он парад принимает. Командует полковник Игорь Райлян. Товарищ полковник, войска Ульяновского территориального гарнизона для парада воззнаменования 77-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне построены. Особенность парадных джипов в их дизайне. На борту каждого надпись из легендарного фильма «В бой идут одни старики». Это эксклюзивная серия УАЗов. Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. За парадом наблюдают первые лица города и области. Выступая перед участниками Алексей Русских, поздравил всех с праздником и напомнил, вызов сегодняшнего дня – защитить историю и память победителей. Мы не позволим оболгать и переписать свою историю. Не забудем своих героев. Мы сердечно благодарим всех, кто стоит на страже мира и покоя. Мы не допустим ослабления Великой России. И победа неизменно будет за нами. Шагая по Соборной площади, участники парадных расчетов демонстрируют отточенные до совершенства движения. Этот главный марш в году. Полторы тысячи человек, личный состав военного гарнизона, росгвардейцы, спасатели, кадеты, юнормейцы и ветераны войн репетировали множество раз. И, наконец, кульминация парада – проезд военной техники. На трибунах пожилые жители области. Ветераны труда, дети войны. Некоторые из них помнят военные годы, когда приходилось помогать взрослым или даже работать наравне с ними, когда большинство ушли на фронт. Взошли работы, работали дети. У нас детства не было. Благодаря их подвигу в тылу Ульяновск получил статус города трудовой доблести. В честь этого парад открывают и завершают ульяновские вездеходы со штандартами легендарных предприятий нашего региона. Мы прожили эту войну, зная, что такое – голод, холод. Но победили тех, кто пошел воевать. Не побоялись. Светлая им память. Живых свидетелей войны все меньше. И те, кому здоровье позволяет увидеть еще один парад, верят в то, что нацизм никогда не поднимет голову. И правда всегда будет торжествовать. Ирина Шмыгова, Александр Асохин, Сергей Свешников, Михаил Державин, Денис Миронов и Родион Савельев. Вести. Ульяновск. И главная эмоциональная часть праздника – бессмертный полк. Впервые за два года, ковидных годов, ульяновцы вышли на центральную улицу города, чтобы единой колонны, а это, как я говорил, 75 тысяч человек, пройти с портретами своих героев. Мощная по своей духовной силе акция, которая не дает забыть воинов не только Великой Отечественной, но и ребят, павших на других полях сражений. Ура! С днем победы! Ура! Масштаб бессмертного полка даже с воздуха оценить крайне сложно. Два пандемийных года – самая народная акция, которая объединяет всю Россию, проходила в онлайн-формате. Но теперь портреты героев нескончаемой рекой вновь проплывают по центральным улицам Ульяновска. Всего через несколько минут после начала движения колонна бессмертного полка растянулась на километры. Только по предварительным подсчетам здесь больше 50 тысяч человек. И в руках у каждого портреты их родственников, настоящих героев, которые ковали Великую Победу. Чуть позже подсчитают – в колонну бессмертного полка влилось 75 тысяч человек. Это же инициатива людей самих. Эта акция максимально не заорганизованная, которую придумали сами люди. Здесь у каждого свой герой и своя история, которой люди спешат поделиться, чтобы знали, чтобы помнили. Был разведчиком, ранен, получил ранение в глаз. Это мой дед, который очень мало, к сожалению, рассказывал о войне. И я сейчас очень об этом жалею. Но вот мы собрали все крупицы знаний о нем. С портретами своих дедов в колонии бессмертного полка и глава региона. Папин русский, Василий, он был танкистом. А мамин папа, Владимир Конкин, он являлся дружинником тыла, отливал металл для наших танков. В бессмертном полку также фотографии тех, кто и сегодня продолжает борьбу с фашизмом. В руках Александра Луконина портрет его сына Влада, который погиб, вычищая нацистскую нечисть с территории Украины. Мы сегодня проехали, и дедушек, и бабушек проведали это кладбище, и вклады. Как сказал батюшка, душа не умирает. Просто смотрит на сверху. Мы встретимся, когда придет время. В День Победы каждая российская семья вспоминает своих героев. Тех, кто сражался за свободу. Тех, кто принес великую победу. Это радость со слезами на глазах. Артем Петров, Михаил Державин, Денис Миронов и Михаил Морозов. Вести. Ульяновск. Праздничные гуляния, а составляющего Дня Победы продолжалось и в парках города. Ульяновцев ждали танцевальные номера, для них выступали чтецы, проводились концерты разных исполнителей. Ирина Силкина прошлась по оленям Виновской рощи и ознакомилась с этой праздничной программой. Самый необычный номер этого дня. Дарья Трухачева и ее подопечный пес Аксель показывают чудеса дрессировки и отменный музыкальный слух. Их смуглянка срывает аплодисменты. Главное это дрессировка и взаимопонимание с собакой, чтобы собака вас чувствовала, чтобы вы любили ее. И собака тоже вас полюбит. Супер маленькая. А уже под звуки патефона танцевальный конкурс для всех желающих. Единогласно победила самая юная и самая милая пара. Миша и Даша, несмотря на свой возраст, уже знают, чему посвящен этот день. Все военные девочки и мальчики выиграли. Дедушки и бабушки все выиграли. Передавать память подрастающему поколению – основной посыл сегодняшних гуляний. На праздник все идут семьями, повязывают георгиевские ленточки своим чадом. Передавая главный смысл – торжества. Наши дедушки и прабабушки вложили много в этот праздник. Много дней и ночей боролись за этот день. У нас четверо детей, мы многодетная семья. То есть передаем им весь этот праздник, пытаемся вселить дух победы. Драстающий поколение должно просто знать, как оно тяжело нам досталось. Так много было травм, всего разного. И просто маленько внушает то, что мир – самое главное. И все, и война – это все страшно. Чтобы наши дети знали, за что была война, и как бы уважали наших предков. Потому что это такой великий праздник, такая великая победа. Мой дед тоже воевал на фронте. Всю войну прошел, дошел до самого Берлина. Вернулся, правда, с осколочным ранением. Сердце у него, осколок был. Прожил не очень долго после войны. Но свободу и мир он нам завоевал. Радость со слезами на глазах. Для многих это день памяти и скорби. Среди миллионов погибших советских людей и отец Анастасии Ивановны – солдат Сарафанов. Как день победы, я все время плачу. У меня отец умер, убили. Давай не убили, он не пришел. Однако самый солнечный и теплый день на этой неделе, как по заказу, именно 9 мая, словно говорит, все было не напрасно. Ради этого мирного неба, спокойных прогулок подщебет птиц и радостных глаз беззаботного детства. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В Нижних Тимирсианах 9 мая отмечают еще и день рождения местного музея боевой и трудовой славы. В этом году ему 50 лет. Основателем музея был ветеран Великой Отечественной войны Иван Дубов. Его однополчане подарили осколок, которому он был ранен во время Сталинградской битвы. И пожелали, чтобы он в Нижних Тимирсианах организовал музей трудовой и боевой славы. Иван Дубов так и сделал. Музей обустраивали всем селом, соседи дополняли экспозицию личными вещами. И сейчас в коллекции 4,5 тысячи экспонатов, посвященных войне, местному колхозу и культуре чувашского народа. Из Нижних Тегасея там бывали в 90-м году американцы здесь. Это наш музей посетили. Это года три назад японский ученый какой-то приходил, который изучал чувашский язык. Они все оставляли очень хорошие отзывы. Сейчас в музее проходят уроки мужества для школьников и проводы в армию призывников. Таких музеев у нас в районе пока нет. И в районе, по-моему, тоже нет. То, что богатый очень с материалом такой. Ну, что сказать. Наша гордость. Да, мы, наша гордость, мы очень довольны. Музей в Нижних Тимирсианах постоянно обновляется и реконструируется. Он является местной достопримечательностью и частью туристической карты. Плюс в подарок к юбилею в этом году с домом высадили сосны и голубые ели. Этой весной герою России исполнилось бы 45 лет. Он погиб на Северном Кавказе, исполняя служебный долг. Подвиг шестой роты – это был пример массового героизма и пример надежды. 29 февраля 2000 года взвод под командованием Дмитрия Кожемякина в составе шестой роты Псковской дивизии ВДВ вступил в схватку с боевиками за высоту на восточном склоне горы Истыкорт. Во время боя Дмитрий был ранен, однако продолжил сражаться. Утром 1 марта, пытаясь спасти товарища, он был убит окружившими его врагами. Несмотря на многократное численное превосходство бандитов, они не оставили боевых позиций. Каждый из погибших героев с честью исполнил свой долг перед Родиной, мужественно сражался с российской землей. Честь хранить память о жизни и подвиге героя, воспитывать на его примере подрастающее поколение, выпало его родной школе номер 48. За последний год здесь капитально отремонтировали музей и несколько кабинетов военно-патриотического центра. В музее размещены два новых стенда, рассказывающих о жизни и боевом пути Дмитрия Кожемякина. Здесь представлены уникальные фотографии с последних боев его подразделения. В обновленной экспозиции музея и личные вещи героя – муляжи, оружие и боеприпасов, звезда Героя России, парадное и полевое обмундирование. Мы должны обязательно помнить свою историю, потому что то, как сохраняется эта память в музеях, в музейных комнатах, от этого зависит и дух поколения, которое растет рядом с нами. Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в школе заработала медиа-студия. Наша школа получила высокооснащенное место медиа-студия, благодаря которой ученики нашей школы, воспитанники медиа-студии, могут создавать патриотический контент. Это видеоролики, это интервью, связанное с жизнью и подвигом героев нашего Отечества. В завершении торжества ученики школы возложили цветы к памятнику героя. Ирина Силкина, Вести, Ульяновск. Вы смотрите итоговую программу «Вести Ульяновск» на «Россия-1» во второй части выпуска. Помощь Донбассу. Ульяновский гум-комвой в очередной раз отправился в Новороссию, чтобы доставить необходимый груз. В коробках продукты и вещи первой необходимости. Детская хирургия расширяет возможности в Ульяновске. Операций станет больше, очередей меньше. Врачи повысили свой уровень и готовы помочь юным пациентам. Культурная программа для ульяновцев в выходные. Выставки по мотивам Данте и портретам Пластова. Уникальные экспонаты для интересующихся зрителей. 140 тонн гуманитарной помощи отправили из Ульяновской области на Донбасс. Это третий конвой, собранный неравнодушными жителями и политическими объединениями, а также предпринимателями. Стартовали фуры с площади 30-летия Победы от обелиска славы 9 мая. Семь грузовиков, которых продукты и средства гигиены, общий вес содержимого фургона в 140 тонн. Команда проверенная. Большая часть водителей не в первый раз едет с гуманитарной помощью на юг России. Из прежних командировок сделали выводы. К формированию груза подошли с учетом пожеланий принимающей стороны. Мы постарались больше расфасовать, потому что практика показывает, что расфасованный товар, он быстрее расходится. И с учетом того, что опасно там сейчас, и даже бьют по гуманитарным конвоям. Тем не менее, водители Новоспасского автотранспортного предприятия с легким сердцем отправляются выполнять миротворческую миссию. В этот раз конечная точка будет в Крыму. Надо помогать. Радушки, народ, надо помогать. О поддержке мирного населения Донбасса говорят и те, кто формировал колонну с гуманитарным грузом. День Победы – всенародный праздник. Сегодня мы отправляем именно 9 мая. Это символично, это наш великий День Победы для всей нашей страны и для жителей Донбасса в том числе. Даже находясь в пути, водители грузовиков примут участие в акции «Бессмертный полк». На кабинах машин размещены портреты фронтовиков. Эти ветераны Великой Отечественной войны – родственники тех, кто сейчас работает в Новоспасской автоколонне. Это отражение нашей памяти, нашего единства, всего того, что сегодня происходит на территории Донбасса. Это наша земля, это наши люди, и мы своих не бросаем. Это третий гуманитарный конвой, отправляющийся из Ульяновской области на Донбасс. Колонны с помощью молодым республикам формируются в регионе ежемесячно. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Вести Ульяновска. В Ульяновской области продолжают трудоустраивать украинских переселенцев. Инициативу проявляют сами работодатели. Они активно ищут специалистов в разных отраслях экономики. Помощь им оказывают сотрудники службы занятости. В Ивановском пункте временного размещения провода. Сразу три семьи из Мариуполя переедут в Новоспаское. В райцентре им предложили работу на предприятии «Агроинвест». За переселенцев хлопотал Ульяновский центр занятости. Мы с ними созвонились и договорились на определенную дату и времени. И совместно уже выехали к ним на собеседование. Сами переселенцы двумя руками за переезд. Но будучи родственниками, хотели уехать все вместе. Работодатель охотно согласился, ведь у будущих сотрудников хорошая профессия. Он муж водителем, он водитель первого класса. Сестра, она у меня повар с образованием, с опытом. Работала раньше в ресторане Никополь у нас в Мариуполе. Ну, был такой ресторан, теперь был. Работала в супермаркете на кухне, в кулинарный отдел. Работу и съемное жилье найдут всем. Юную Варю определяют детсад, а вот в Мирославе 11 она пойдет в Новоспасскую школу. Новым жителям райцентра даже выделили авто на переезд. Говорят, там все красиво, красивая природа. Хочется, в общем, быстрее увидеть, быстрее уже определиться. Другие переселенцы также в поиске. В пункте временного размещения их консультируют насчет работы. У сотрудников центра занятости немало предложений. Татьяна, мы на сегодняшний день вам готовы предложить вакансию на завод Волжанка. Также у нас есть вариант на вариант с курорт. У нас в каждом пункте временного размещения дежурит каждый день, в каждый рабочий день дежурит инспектор. И, соответственно, предлагает в ежедневном порядке всем предлагаются рабочие места. Работу старается предлагать с жильем. Банк вакансий ежедневно обновляется. Но есть переселенцы с уникальными профессиями. Им помогут найти работу в других регионах. Эдуард Истомин, Дамир Губеев. Вест-Ульяновск. Из-Ульяновского района. Коллективный иммунитет по ковиду в Ульяновской области упал до 44%. Показатели снижаются еженедельно. И медики напоминают, прививка – лучший способ защитить себя от инфекции. Сами медработники прививаются и ревакцинируются, согласно рекомендациям Минздрава России, каждые полгода. В настоящее время идет спад заболеваемости ковид. И мы как-то все расслабились. Думаем, что мы победили эту болезнь. Но на самом деле это не совсем так. Ожидается новая волна штамма стелс-омикрон, которая по тяжести заболевания приравнивается к первой волне. Мы хотим подготовиться к этой ситуации. Прививаем наших сотрудников, чтобы как можно меньше из них заболели. За одну смену первым компонентом вакцины привились около 100 медиков. Такие коллективные акции проводятся каждую неделю. Спасибо центральной медико-санитарной части, которая приезжает к нам и проводит вакцинацию, можно сказать, прямо на рабочем месте. Чтобы как можно меньше времени наши сотрудники тратили на дорогу, на заполнение всяких медицинских документов, а пришли и в кратчайшие сроки привились. Жителям региона советуют не ждать, а сделать прививку и ревакцинироваться вовремя. В Ульяновской области увеличилось число высокотехнологичных медицинских операций детям. Федеральные квоты на хирургическое вмешательство выдавались и ранее, но приходилось ездить в другие регионы, пока лицензию не получила областная детская клиническая больница. У пятилетнего Ярослава через пять минут операции. У него плоская вольгустная деформация стопы. Это патология. Мальчик жаловался на боли в ноге, мама обратилась за помощью в детскую областную больницу. Зачем ехать куда-то, если в нашем регионе есть такие классные специалисты, которые могут все это сделать? А это сама операционная. Юному пациенту делает качественный наркоз с помощью новейшего аппарата. Его травматолога ортопедическое отделение заполучило недавно. Обновили также рентгенологическое оборудование. Давайте, я сыночку не держу. У мальчика под вывих к суставу стопы его и вправляет доктор. Правильное положение фиксирует с помощью металлоконструкции и аутотрансплантанта. Он из костного материала самого пациента. Начинали с малого. Первый год у нас было всего 8 квот. Затем 30, 60 и уже на этот год у нас запланировано 150 квот именно оказания этой высокотехнологичной медицинской помощи. У 11-летней Саши Курносовой операция позади. У нее также деформация стопы. Ей доктора установили титановый алый имплантант. Девочка пока в гипсе, но успешно идет на поправку. Родители благодарны врачам. Вы знаете, великолепные хирурги, великолепные аэстезиологи. Очень заботливый медицинский персонал, вспомогательный персонал, который нас все время опекает. Очень приятная палата, очень чисто, очень красиво. После выздоровления мама с дочкой снова хотят обратиться в детскую областную. Девочке предстоит операция на вторую ногу. Но зачем колесить пензу или чебоксары? Ведь рядом отличные доктора с волшебными руками, а еще чистыми сердцами. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. 15-летней девочке из Ульяновска нужна специализированная реабилитация в Москве. У ребенка ДЦП и спастическая диплегия. Стоимость восстановительного лечения больше 200 тысяч рублей. И помочь ребенку можно через СМС. Достаточно отправить слово «Дети» на короткий номер 5542. В свои 15 Лиза Готовская может сыграть на гитаре несколько аккордов. Она их выучила за год занятия музыкой. А еще девочка поет в хоре, занимается плаванием и рисует. Черный красок на радужную картину добавляет диагноз. У Лизы ДЦП и спастическая диплегия. Из-за этих заболеваний ребенок не может полноценно управлять своим телом, в том числе самостоятельно ходить. Отставание в развитии – еще один край страшных болезней. В два года нам поставили туристический диагноз. То есть до этого момента абсолютно как обычные, ну с задержкой развития мы развивали, скажем так. И не сидели, и не ползали, и голову держали плохо. Но никто об этом ничего не говорил. Вот, ну что это что-то значит. С того дня жизнь семьи превратилась в бесконечный калейдоскоп из больниц восстановительного лечения. Ульяновск, Москва, Калуга, Евпатория. Два-три раза в год девочка проходит обязательные реабилитации. В основном делают это за счет государства по полюсу ОМС. Также обращаются за помощью в благотворительные фонды. Платить за лечение самостоятельно семья не может. Это слишком большие деньги. К счастью, толк от лечения есть. В шесть лет девочка пошла на ходунках. Сейчас для передвижения достаточно тростей. Если сравнивать, когда мы только приезжаем на лечение и в ЖКС, это совершенно два разных, наверное, ощущения, очень более уверенно себя чувствую. Мне становится легче ходить, легче передвигаться. Мечта родителей, чтобы Лиза научилась ходить самостоятельно. Для этого нужно продолжать восстановительное лечение. Сейчас цель семьи попасть с Лизой в Московский институт медицинских технологий. Заочно туда уже обратились, девочку берут на лечение. Остро стоит вопрос денег. За материальной помощью обратились в РУСФОНД. Лечение там дорогое, поэтому с собственными силами, ну, это только один курс. Одного курса, наверное, нам будет мало. То есть нам нужно будет проходить, ну, хотя бы раз в год там лечение. Поэтому где-то мы сами можем, а где-то нам все-таки требуется помощь фонда. Цель госпитализации – улучшить координацию движений, развить мелкую крупную моторику, нормализовать мышечный тонус, научить ребенка передвигаться самостоятельно. Стоимость лечения – 201 тысяча 70 рублей. Для помощи Лизе отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Другие способы помощи на сайте РУСФОНД. Именно ваша поддержка может исполнить мечту этой семьи. Девочка сможет ходить и жить самостоятельно, а в будущем получит профессию, как все. С ее выбором, кстати, Лизе думать особо не придется. Ей нравится снимать видео. Первый шаг на профессиональном уровне она уже сделала. Это ее первый кадр на телевидении. Мам, я тебя снимаю. Тима, я тебя тоже снимаю. Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. В этом году единый госэкзамен сдают две с половиной тысячи ульяновских выпускников. Для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета – это русский язык и математика. Для тех, кто намерен поступать в ВУЗ, нужно сдавать еще и предметы по выбору. Основной период проведения экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября. Писать тесты выпускники будут в 17 пунктах на базе школ. Предпочтения в выборе предметов не меняются уже несколько лет. В пятерке популярных – общество знания, информатика, физика, история и биология. И к событиям культуры, которые, думаю, пригодятся вам сегодня, чтобы провести уикенд. Выставка гравюр, посвященная 700-летию божественной комедии, открылась в Пластовском музее. Экспозиция включает более 20 оригинальных гравюр, которые создали европейские художники в течение пяти столетий. Выставку дополняет флорентийская майолика из фондов Ульяновского областного художественного музея. Кроме того, здесь представлены предметы из частных собраний, связанные с представлением божественной комедии. Также они находятся в российской филателии, книжной графике и скульптуре ульяновского художника Дмитрия Потапова. Каждая работа, она здесь описывается именно историей, историей божественной комедии. Начиная от ада, честилища, заканчивая раем. Иллюстрирование песен сопровождается самими песнями из божественной комедии. Данте – это поэт, писатель, ученый, философ, создатель литературного итальянского языка, автор божественной комедии, которую читает и комментирует до сих пор. По степени влияния на мировое искусство ее можно сравнить с произведениями Гомера и Сервантеса. С экспонатами можно ознакомиться до 27 мая. В годовщину смерти Аркадия Пластова в Ульяновске открылась выставка памяти художника. В экспозиции под названием «Четыре портрета» малоизвестные работы художника, изображающие земляков, простых жителей глубинки. Среди них есть как возрастные герои, например, Иван Тоньшин, который стал прототипом героев картины Пластова «Синокос» и «Гость с фронта», так и более молодых – Александр Феоктистов, Варя Гусенкова, о которых, я верю, нам еще расскажут жители Пресланихи. Также вниманию собравшихся на открытии выставки представили фильм о жизни художника из фондов нашей телерадиокомпании. Ветерану областного телевидения, телеоператору Борису Григорьевичу Тельнову сегодня исполняется 90 лет. Он всю трудовую жизнь проработал в новостях, снимал документальные кино и программы, которые сохранили бесценные кадры эпохи и знаменитых людей. Борис Григорьевич стал наставником для многих творческих работников и телеоператоров. Его заслуги вписаны в историю региональной журналистики и телевидения. Коллектив телерадиокомпании «Волга» поздравляет Бориса Григорьевича с юбилеем. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновск» на «Россия-1». До следующего воскресенья в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова